Большое спасибо. Большое спасибо за то, что пригласили. Начну я с небольшого объявления. Должен сказать, что в данной ситуации я не являюсь специалистом по России. И наш институт много работает с Россией. Я работал с Россией. У нас есть большое количество специалистов, но я не являюсь таким специалистом. Но при этом я буду говорить о Россатоме. Я знаю, что здесь многие являются специалистами по ядерной программе. Я лично работаю в основном в области энергетической безопасности, так сказать, в ширкомасштабном аспекте. И для меня интересен данный кейс как вопрос дипломатии в области энергетической безопасности. И поэтому я хочу немножко отвлечься от того, о чём мы говорили, и представить вам более широкую картину того, в какой ситуации сейчас работает Россатом. Давайте отвлечёмся от геополитики на минуту. На данный момент мы все столкнулись с большим вызовом в области глобальной энергетики. И здесь, на слайде, вы видите, как много нам предстоит ещё сделать для того, чтобы получать больше электричества от низкоуглеродных источников. Здесь мы видим ещё 63% природный газ. Атомная энергетика даёт нам довольно много процентов. Ну и остальное – это возобновляемые источники энергии. Как вы видите, здесь предстоит многое, что нужно сделать. На прошлом климатическом саммите мы слышали о том, что страны взяли на себя обязательства по сокращению выбросов, а также по увеличению процента возобновляемых источников в их общей энергетической корзине. Но это всё, в частности, означает, что в ближайшие годы атомная энергетика, скорее всего, будет расти. В течение долгого периода времени данный сектор стагнировал. Мы не видели большого расширения. Атомная промышленность в основном заменяла уже существующие реакторы, но при этом не было большого роста в производстве электроэнергии. Изменение климата предоставляет нам необходимые аргументы в пользу атомной энергетики. Таким образом, в некоторых разных частях мира мы слышим много аргументов в пользу атомной энергетики. Мы знаем, что здесь есть определенные возможности для экспорта. И это важно не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения использования, так сказать, мягкой силы некоторых государств. И вот таким образом мы переходим к вопросу о Росатоме. Вот это статья, которая была опубликована в Nature Energy буквально год назад. Вопрос, который задавался здесь, можно ли сказать, что это момент кодека для России? Возможно, вы не знакомы с этим термином. Момент кодека в маркетинге означает конкретный кейс компании Кодек, которая в какой-то момент решила, что цифровые фотоаппараты не смогут получить распространение, и что люди продолжат фотографировать так, как они делали это в десятилетии, с использованием пленки. Можно ли сказать, что Россия сейчас испытывает точно такой же момент, что она настолько уделяет внимание своей инфраструктуре с ископаемым топливом, что недостаточно внимания уделяется переменам. И один из секторов, который мы рассматривали в исследовании, касался атомной энергетики. Может быть, атомная энергетика могла бы быть вот тем способом расширить свое влияние, и интересно было, насколько российские власти это понимают. Тогда, когда велось исследование, мы работали совершенно в другой ситуации. После начала войны в Украине акцент сместился. Речь идет теперь не о возможности использования бизнес-возможности для России, а о том, насколько Россия может использовать данные возможности для своих геополитических целей. Совершенно очевидно, что Росатом является одним из крупнейших игроков на мировой энергетической сцене. И необходимо понимать, что в течение долгого времени данный сектор был непроницаемен для некоторых внешних шоков и действий российского правительства. Как правило, не было никакой реакции на то, что происходило вокруг Росатома. Росатому по-прежнему удавалось благополучно находить новые контракты. И до нападения на Украину в 2022 году Росатому удалось похвастаться 73 новыми проектами в 29 странах. Это довольно длинный список и довольно любопытно на него взглянуть. Но иногда это соглашение между странами, иногда это просто конкретные договоры на строительство какого-то объекта. Мы собрали довольно обширный массив данных вокруг проектов Росатома. Но при этом я, конечно, сразу еще раз подчеркну, что я не являюсь российским экспертом. Мне в этом плане многие люди помогали собирать информацию. У нас есть экспертный офис, который в рамках ОБСЕ работает в Вене и в Бишкеке. Есть также международная академия, которая мониторит данное направление. Там есть сотрудники, говорящие по-русски. Вот именно эти эксперты помогали нам изучить огромный массив внутренних материалов Росатома. В результате мы провели два этапа анализа. С одной стороны, мы проанализировали уровень прямой зависимости, энергетической зависимости от российских атомных реакторов. А с другой стороны, мы проанализировали уровень сотрудничества с Россией, основываясь на специальной оценочной таблице, в которой мы создали шкалу различного вида отношений между Россией и другими странами. Таким образом, мы попытались вывести из этого теоретическое правило, как такие ассоциации и зависимости вообще существуют в этой сфере с точки зрения безопасности. Что мы видим здесь? Мне, к сожалению, не удалось более крупную картинку сделать. Ее, может быть, не очень хорошо видно. Вы видите здесь много чартов, и на каждом таком круглом графике мы видим финансовую составляющую. Чем больше кружочек, тем больше миллиардов долларов инвестиций есть в конкретном случае. Вы видите, что в Египте, например, сейчас очень большой инвестиционный проект, а в Китае они значительно меньше. Что касается цветовой составляющей, синий цвет обозначает следующее. Если действительно все реакторы, по которым достигнута договоренность, будут построены, возникнет вопрос, какой процент атомной энергии, построенной российской компанией, будет в энергетическом коктейле этого государства. Мы исходим из того, что в каждой стране будет происходить расширение энергосети, и по разным регионам прогнозы строятся по-разному. Ну вот в Египте, например, мы видим, что синего цвета сектор довольно небольшой, а вот Армения, например, довольно любопытная ситуация. Я понимаю, что здесь еще сложные металлогические вопросы, но вот давайте на следующем слайде на это посмотрим. В Армении мы вообще видим 111% зависимости. То есть в Армении даже будет построено больше атомных реакторов, чем Армении самой нужно по энергомощностям. Соответственно, Армения будет в состоянии экспортировать энергию в соседние государства. В Судане вы тоже видите довольно высокий уровень, высокую долю российской энергии. Это длинный список, и некоторые позиции меня даже снова удивили. Ну вот это довольно, это то, что мы называем твердой зависимостью или твердыми связями, в отличие от мягкой силы, мягкой взаимозависимости. Потому что здесь мы говорим о конкретных объектах инфраструктуры, о «железе» в кавычках в сфере атомной энергетики. Мы разделили государства на четыре группы. Есть государства, в которых зависимость более 10%, например, это Армения, Узбекистан, Словакия, Болгангладеш, Белоруссия, Венгрия. Есть группа среднего риска, зависимость составляет от 4 до 10%. Туда относятся Иран, Египет и Турция. Затем есть группа государств, в которых мы отнесли к группе стран с низким уровнем зависимости, менее 3%. Это Китай и Индия. И четвертая группа, в которой уровень зависимости скорее маргинальный, то есть небольшой. Вы видите, что здесь довольно длинный список стран, которые я сейчас не буду все перечислять. На этом слайде вы видите, как широко Росатом представлен на глобальной мировой арене. Это взаимодействие самого разного толка. Обмены студентов, изучение энергетического рынка, строительство атомных электростанций, продаж реакторов и так далее. Еще в советский период у Росатома сложилась очень хорошая репутация в мире атомной энергетики. И в первую очередь эта репутация до сих пор сохраняется в развивающихся странах, странах третьего мира. Я не буду сейчас вдаваться в детали этой таблицы. Это результаты анализа глубинных сотрудничеств разных стран с Россией в атомной сфере. Это те четыре группы стран, которые я выделял. Вот вы видите, вторая колонка – это средний уровень зависимости. Там довольно много стран Евросоюза. Мы попробовали приоритетизировать эти данные и выделить пять уровней зависимости, завязанных на инструментах политического влияния. Вы знаете, что в случае с атомной энергетикой очень невысок риск аварии, но если она происходит, последствия очень высоки. Но при этом и риски все тоже бывают разной степени вероятности. Например, лет пять назад еще вряд ли бы кто-то сказал, что риск прямого нападения России на Украину очень велик. Сегодня этот риск уже рассматривается по-другому. Точно так же, как, например, и отношения Китая и Тайваня. Так, я вижу, что времени у меня осталось немного, так что буду закругляться. Вопрос, которым мы задавались, как можно назвать функцию или роль Росатома. Это атомное энергетическое оружие или это скорее инструмент дипломатии, мягкой силы? Наш ответ заключается в том, что роль Росатома находится где-то посередине, потому что в какой-то сфере у России действительно есть возможность серьезного давления на другие страны при помощи этого инструмента, инструмента госкорпорации Росатом. Но, тем не менее, есть и элемент просто экономического сотрудничества и создания взаимозависимостей, которые могут расширяться дальше. Большой вопрос на будущее заключается в том, насколько незападные страны отвернутся от России в вопросе атомной энергетики и насколько введенные на данный момент санкции повлияют на возможность Росатома выполнять взятые на себя обязательства. Несколько мыслей на размышления. Сектор атомной энергетики в сомнении, например, с газовым или нефтяным, достаточно обозримый, он не очень большой. И все-таки, несмотря на то, сколько о нем говорят, новых проектов в нем не так много. Когда мы говорим о новых проектах в сфере атомной энергетики, мы видим, что там практически нет западных игроков. В основном там Россия и Китай занимают лидирующие позиции. Именно эти две страны обладают ноу-хау и необходимой экспертизой для того, чтобы реализовывать новые проекты. Западные игроки долгое время не строили новых атомных электростанций и таким опытом не обладают. Я не буду сейчас говорить про цепочки поставки уранового топлива, про это уже говорил Дмитрий, но я хотел еще раз подчеркнуть вот что. Ключевым преимуществом Росатома является то, что у него есть финансовая основа. Он не вынужден думать о том, откуда взять деньги на новые проекты. Он пользуется в этом плане российской государственной поддержкой. Вот США, например, не стремится к тому, чтобы такого объема поддержку оказывать своим американским компаниям в этой сфере. Про западные компании западноевропейские мы уже говорили. Вопрос санкций мы также с вами уже обсуждали. На этом я хочу завершить свою презентацию. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...